Внимание! Пропал осел! И это действительно важно. Дело в том, что ослица Фиона в конно-спортивной школе Держинска была лучшим другом детишек, которые по той или иной причине стали инвалидами и лишены возможности общаться с другими животными. Они общались с этой Фионой, которая в них души нечаялые. У нас беда, потому что у нас пропал ослик, наш любимый, который работает с детьми-инвалидами. Очень большая беда, потому что животные для детей, особенно для моего сына-инвалида, это очень большое общение, эмоциональное какое-то, даже объяснить словами невозможно, потому что это надо увидеть, это надо передать, как бы вот именно, как они к нему относятся, как они его ласкают, как они с ним возятся, буквально даже покормить для них это большое счастье. Потери, конечно, потери для детей. Они маленькие, только на осликах кататься, на лошадях больших, тяжелого. У меня у самого ребенка инвалидов, он, в частности, тоже катался на этом ослике. Когда узнали, что он пропал, очень жалко стало и охота помочь, чтобы все отозвались, все помогли, чтобы нашли и наконец-то узнали, что он живой, слава богу, чтобы все было хорошо. Это ради детей, которые приходят к нам заниматься, которые будут лить слезы по этому ослику, потому что его дети помнили, как это для них вот любимая мягкая игрушка. Он не кусался, он не легался, он всегда самый громкий, он первый вас поприветствует, когда услышит, что вы подъезжаете на машине, потому что он всегда знал, что ему несут угощения какие-то, морковку, сахар, он будет кричать, он будет звать, он выйдет, прошарит вам сумки, карманы, и он один из самых безобидных животных вообще, наверное, в мире, которые бывают. Могло быть и такое, что ее украли, потому что она была доверчивая. Сейчас много новостей, что крадут лошадей, видимо, кому-то и понадобился наш ослик. Это как один из вариантов, что наш ослик где-то пропал в таком одном из колодцев. Мы здесь ходили, прочесывали территорию, все буквально каждые 5 метров, вот этих колодцев здесь, я не знаю, штук 60 и не меньше. Искали сначала, ходили пешком, то есть смотрели по следам, потом ездили на машинах уже более крупную площадь, осматривали, потом поехали на лошадях. Слышали лай, вой, возможно, они угнали ослика в лес. Лес находится вон там дальше, ну, гнать, конечно, им далеко, но тем не менее, дальше вот с правой стороны находятся честные, тоже с резервуарами, наполненными жидкостями всякими разными. Он мог и там погибнуть, мог заблудиться там, то есть вот где он сейчас, мы не знаем. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Фионы, то можете присылать ее на нашу горячую линию 4156444. Всю информацию мы обязательно передадим конно-спортивному клубу Держинска.